Ну, что, собственно говоря, ребята? Челлендж мой завершился. Завершился он именно челлендж на Мунна. Где мы закончили? Мы закончили золото 1, 90 LP. Что это такое? Это значит, что я почти вышел в платину, но на отборочных, к сожалению, мне попадались ребята, которые не хотели играть, они сливали игры. Ну, такое бывает. В одной игре парень вообще ливанулся в начале. И я считаю, что можно сделать вывод. Итак, в общей сложности я сыграл 20 ранговых игр за ливию. И большинство своих игр я играл по одной и той же стратегии. Это просто-напросто фарм, фарм, фарм и все. И больше ничего. Винрейт по итогу оказался 55%. Я думаю, он мог бы быть повыше где-то 60%. Он так и держался, но я начал где-то иногда баловаться, излишне ганкать. И обычно это получалось неудачно. Поэтому следующий мой шаг, это просто-напросто найти другого игрока и попробовать делать, как он. Собственно, я нашел игрока, который как раз-таки играет в основном на Лилии. Это топ-1 Лилия сейчас по общему рейтингу. И будем брать все его фишечки, прикольчики. Сейчас будем смотреть его реплеи. Ну, это я сам посмотрю. И буду пытаться повторять за ним какие-то вещи. Смотреть, как он бегает, как он ганкает. Посмотрим, что будет в следующих 10 игр с моим винрейтом. После адаптации своего плана на игру, я начал делать все в 10 раз лучше. Но чтобы тащить игры, мне приходилось в каждой игре делать урона в 3 раза больше, чем в среднем делает игрок мастер лиги. Играв на Лилии, я понял, что я не могу подниматься с нужной мне скоростью. По какой причине? Сейчас я попал в какую-то такую калоаку, где ребята вроде бы хоть как-то но играют, но они совсем не понимают, как в это играть. По этой причине я решил поменять своего прошлого мейн-персонажа Лилию на доктора Мунда. У него тоже быстрая зачистка, он танк и какие у него плюсы. После вот этой данной игры, я могу сказать так, что в целом, я думаю, что чайниж плюс-минус пройден. Открываем статистику вражеского джанглера из моей прошлой игры. В прошлом сезоне он был в платине, то есть как раз-таки в тех наших самых заветных топ-5% игроков. Он играет в Лигу Легенд уже на протяжении 4 лет. И лишь в прошлом году, то есть спустя 4 года, он смог подняться как раз-таки в платин. Кстати, ему я как раз-таки скинул свой YouTube в конце игры, потому что он мне не верил, что я совсем не золото. То есть люди, которые играют со мной, думают, что я просто жесткий смурф. Но на самом деле я использую просто все базовые навыки, которые очень легко научиться. И параллельно с этим рекомендую вам сразу же 2 своих обучающих видео. Одно из них по доктору Мунда конкретно, а второе просто по всем базовым принципам, которые я использовал в своих играх, чтобы дойти меньше чем за 2 недели из железной в золотую лигу. Так что вот эти 2 видоса сейчас в предложке, обязательно и в комменте. Переходите, смотрите их после того, как посмотрим сейчас вот это видео. Так, ребята, основа основ. Всегда я начинаю свою игру с такого мува. Я просто ставлю себе вард на реку, чтобы понимать, будет ли же вражеский джанглер идти и врываться на мою половину карты. То есть начало игры у меня всегда начинается с того, что я хочу просто понять, где начинает игру с вражеский джанглер. Сам же я начинаю без помощи. Это мне помогает не дать соперникам информацию, с какой стороны начинаю я. Это очень полезно, потому что я здесь спокойно зачищаю птичек, иду на красный баф, и я вижу, что вражеский низ только-только пришел на линию, а мой уже пришел, ну, уже какое-то время здесь стоит. Соответственно, вражеский джанглер начинает снизу. Полезная информация, которую можно будет потом применять. И самое главное, ее можно применять уже изначально, то есть дальше планировать то, как мы будем конкретно зачищать лес. Все мы здесь зачищаем, делаем телепорт, все как обычно, берем уже все новые вещи, заменяем на линзу, и смотрите, прокидываем топора, начинаем здесь дальше все зачищать. Так как я знаю, что мой соперник начал игру свою в нижней части карты, соответственно, он идет параллельно со мной. То есть он идет сейчас параллельно со мной. Поэтому я здесь буду зачищать два кемпа, и не буду тратить на них смайд, чтобы быстрее зачистить, а буду чуть-чуть позже идти и пытаться забрать краба. Вот я прихожу забирать краба, и заметьте, заметьте вот эту зачистку. Я прихожу убивать краба, и я это делаю в тот момент, пока враг только-только зачищает свой красный баф. Понимаете, насколько решает скорость зачистки. Причем я вот это тренировал просто на пустой карте. Для этого не требуется вам ничего. Я вижу, что он уже подбегает, он сейчас может, в принципе, начать пытаться воровать краба, поэтому я использую у него смайд, нападаю, не даю вообще никак спокойно себя чувствовать. Заставляем сделать флэш, нападаем на мидера, и дальше остается лишь принять решение. Я понимаю, что, скорее всего, птичек зачистил вражеский джанглер, и иду дальше зачищать еще одного краба. Зачищаю краба, пока вражеский джанглер делает ресет, и вражеский джанглер сейчас бежит, смотрите, вот на крагов, на каменных чуваков. За счет чего он теряет кучу времени, то есть он потерял кучу времени, а я убил двух крабов, за которых очень много дает денег. И я сразу же подхожу. Вот это называется тайминги и эффективность. То есть мы убиваем краба, и у меня как раз появляются птички, с которых я начал, кто как помнит. То есть мы начали с птичек, и я просто иду и продолжаю чистить птичек. То есть зачистил птичек по той же траектории, делаем все то же самое, все по плану, сразу же ресет, вот просто все точно так же. Перед тем, как делать тп на базу, я смотрю вниз и думаю, нужно ли мне сюда ганкать. Если низ далеко, я никогда не иду ганкать. А Шивана тем временем здесь бегает, и видите, то есть вот он вот эти пять минут уже какое-то время не добывал, какое-то время шел на базу, что-то еще делал. То есть он бегает неэффективно, в то время как я каждую свою секунду просто реализую по максимуму, собирая ресурсы, в общем максимально все, которые я могу собрать. И, к примеру, в моих последних матчах соперники и союзники уже находились в лигах Платина 3 и Платина 4. То есть в принципе я играю уже на том ММРе, на который я хочу попасть физически в своем показателе профиля. Поэтому даже на данный момент я бы сказал, что челлендж пройден, и я доказал, что моя система работает, моя система обучения правильная, она, как и я говорил, подходит всегда, везде, в любом деле. Абсолютно чем бы вы ни занимались. Итак, для успешной тренировки мне нужно было определить точную роль, которую бы мне давало хотя бы 95-90% игр. Это была Лес, и я вам так скажу, что Лес мне дает 100% игр. И это меня устраивает, мне роль понравилась, все окей. Первого чемпиона в леса я выбрал просто случайным образом, смотрел, 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 какой бы мне понравился, и вот мне понравилась Лилия. За нее я отыграл 28 игр. Общий винрейт составил 50%, и за Лилию я поднялся то ли в золото 4, то ли чуть-чуть не дошел до золота, то есть в серебро 1. Каким образом я поднимаюсь с винрейтом 50%? Это, опять же, история про подбор матча игроков. При поражении игрокам, которые сильнее вас по вот этой золотой лиге, к примеру, то есть когда я проигрываю в платине, мне снимает очень мало ладерных очков. Таким образом, даже с 50% винрейтом, играю с более сильными соперниками постоянно, потому что мой перформанс на чемпионе был достаточно выше среднего, то есть вот эта вот статистика чемпиона, я практически по всем показателям обгонял свою среднюю лигу, скорее всего из-за этого меня кидало постоянно к игрокам посильнее, и таким образом с винрейтом 50% я еле-еле поднимался. Но я отлично понимал, почему у меня не получается делать винрейт лучше. В основном потому, что соперники и союзники играют плохо. Стоит это принять. Кстати, обязательно посмотрите. Если наша цель подниматься в той среде, где все играют плохо, нужно брать самые базовые, простые стратегии и персонажи. И я остановился в выбор на Докторе Мундо. На сайте OPGG Доктор Мундо находится на дне рейтинга в пятом тире, то есть это считается один из самых худших героев. Так как же можно на нем подниматься? Да еще в придачу с 70% винрейтом. Кстати, я на нем всего сыграл 36 игр на данный момент. Как я говорю, в целом, я считаю, челлендж закончен, но я доиграю еще 14, чтобы посмотреть, какой рейтинг я займу в конце концов, в какую лигу я выйду в конце концов, и это вы узнаете в конце видео. А на данный момент я занимаю строчку 21 по игрокам Мундо на русском сервере. То есть я топ 21 Мундо русского сервера на данный момент. Во всем мире я вхожу в топ 3% игроков на Докторе Мундо, и вообще моя строчка это 848. Вхожу в топ 1000 игроков во всем мире на этом герое. Давайте посмотрим для примера вот эту игру. вот мы видим вражеского джанглера, который занимает сейчас топ 7% игроков, который в платине 4. И давайте посмотрим, какая разница в его геймплее и маниплее. Я все делаю достаточно просто и лаконично. В этой игре я предпринял такое небольшое отступление от своих правил. Обычно я стою в кусту, ничего не делаю, ставлю вард и спокойно иду начинать игру. Здесь я решил забежать чуть-чуть вперед, чтобы возможно немножко помешать посмотреть, где вражеский джанглер начинает. Ничего сверхъестественного, ничего специального я не пытался прям сделать, но таким образом скорее всего я мог ему помешать. В любом случае это не важно и я иду спокойно начинать свою игру. Кстати, обязательно выйдет гайд по тому, как зачищать лес за доктора Мунда от меня, где я приведу пример и своей зачистки и зачистки от профессиональных игроков. Он уже будет в прикрепленном комменте либо в описании, либо в конце ролика всплывать, если он уже вышел. Если же ничего не всплыло и он не вышел, обязательно подписывайтесь на канал, тогда вы его точно не пропустите. И вот мой обычный геймплан. То есть я просто зачищаю лес, зачищаю здесь все, иду на базу, бегу в другое место, а тем временем рассказываю, что происходит в чате. В чате, конечно же, мой вот этот вот верхний игрок с верхней линии, Кайл, он меня очень просит, приди, приди, помоги, приди, ганкни. В этом заключается большая проблема. Большая проблема многих игроков, что они не понимают, что в целом ты должен плюс-минус уметь сам стоять линию, потому что любой ганк может часто завершиться самое удачное на самом деле, это просто тем, что соперник потратит свой скачок, то есть блинканется. Да, я мог бы прийти ганкнуть, но мой персонаж, он отлично себя чувствует именно в полной зачистке, и все должны понимать это, принимать это, ну и как-то с этим существовать, так сказать. Поэтому мой план всегда, я ганкаю только если я уверен, что сейчас ганк пройдет успешно. К примеру, в данный момент вроде бы можно было бы ганкнуть, но я рассчитываю, что мои соперники все-таки умные и понимают, что они делают, и так как они подпушили линию, они скорее всего поставят сюда какой-то вардик и сюда какой-то вардик, и естественно увидят, как я на них иду. Поэтому мой план никогда не начинается с того, что я должен выйти и сразу же ганкнуть. Я лучше заберу себе вот этого краба спокойно и пойду заберу у вражеского лесника его же крипов. Посмотрите, то есть пока вражеский лесник вот здесь вот ганкает и напрягает моего верхнего героя. Вроде бы он делает хорошо, да, вроде бы он мешает ему, но на самом деле эта игра по моему мнению именно Лига Легенды я имею ввиду, она совсем не про это. А вот про что эта игра обязательно тоже посмотрите в видосике, который сейчас либо всплывет, либо в конце будет, либо будет в закрепленном комментарии, либо как обычно подпишитесь, чтобы его не пропустить. Это именно мой взгляд Старкрафтера и в прошлом про дотера на Лигу Легенд. Здесь я делаю небольшую попытку ганка, скорее просто немножко помешать сопернику, но тем не менее она закончится скорее всего для меня неудачей. Вот такой ганк. Ну, не получилось, да, то есть не получилось, мой союзник не смог нажать хоть какую-то кнопку во врага, вот и все. И в этом суть всех ганков. То есть вы должны понимать, что вы в первую очередь должны помогать себе и делать свои вещи. То есть здесь мне лучше было бы опять же прийти, кинуть топорик во врага и пойти дальше чистить. Тем не менее, даже с такими неудачами, где я подошел, почистил и что-то пошло не так. Заметьте, тем не менее, я зачистил здесь гоблинов, пошел, включил обзор, вижу, есть вард. Вот пришел, я убил. Точнее, скорее всего, на флеш развел. Все. И этот парень все равно будет мне жаловаться через пару минут, что, ой, почему так мало ганков, а ко мне постоянно враг ганкает. Вот. И в чем разница между джанглером, который постоянно ганкает и джанглером, который просто чистит лес и делает важные вещи. К примеру, идет, ставит контроль вард на дракона и забирает дракона на там седьмой либо пятой минуте даже. Вот. Разница очень прикольная. Вот, посмотрите, вот ганкер из платины 4. Если соперник хоть немножко старается, ставит вард, мой парень, кстати, старается и ставит вард, то джанглер, скорее всего, не получится у него ганкануть на ранних, особенно, уровнях. И мы видим просто-напросто нашего платинового соперника четвертого уровня. Просто четвертого уровня. В то время, как я уже имею шестой уровень, я убил дракона. И просто банально, посмотрите, посмотрите на счет. У меня 52 убитых миньона на его 28. То есть, я его опережаю практически в два раза. И я просто настолько раскачался, что я могу ходить в его лес и, в принципе, делать, что хочу. Я забираю его миньонов, вот этих спокойно забираю. Я могу идти его обворовать на красный баф. И я этим и занимаюсь. Посмотрите, я скоро возьму седьмой, а он все еще четвертый. И таким образом, вот этот парень сверху, сколько бы он не жаловался, по итогу, я выигрываю игру, а он просто жалуется. Почему вот такие слабые игроки думают, что они сильнее и что они лучше знают? Об этом тоже у меня есть видос. И так же, как в прошлых ситуациях, он там в закрепе везде-везде-везде. Либо подпишитесь, если он не вышел, чтобы не пропустить, будет очень тесный видос, почему слабые игроки думают, что они сильнее, почему глупые думают, что они умнее и так далее. И таким образом, эти игроки думают и начинают думать, что нужно постоянно леснику ганкать, а не забывают, что лесник играет против лесника в первую очередь. Он играет на команду, он должен помогать, но чтобы я ганкнул, он должен создать ситуацию для ганка в нужное время. В тот момент, когда я иду кверху, он должен сделать так, чтобы линия шла в его сторону, к примеру, чтобы здесь был вижен, чтобы соперник не видел, что я пришел, и тогда ганк будет, конечно же, успешен. А вот возможность с моей стороны собрать полный абсолютный инвентарь предметов, в то время, как вражеские герои имеют по 1-2 предмета, максимум 3 на 30-й минуте, забрать всех 4 драконов, то есть иметь полный баф на мою команду, которая и так ничего не понимает, и собрать так же не может ничего, как и соперники. Посмотрите, мой ADK имеет 2 предмета, в то время, как я имею уже, в принципе, все. А все, кто досмотрел до сюда, обязательно напишите, как вы думаете, после 14 игр, какую строчку рейтинга я буду занимать? Я скачусь пониже, либо я стану одним из топ, там, 5, например, игроков Ру-сервера на Мунда. Достаточно забавная ситуация произошла, пока я поднимался. Меня закинуло на мид. Первый раз, грубо говоря, за 100 игр я стал на миде опять, я по пыхах выбирал руны, и посмотрите, в целом я переформил, передамажил вражеского мидера, то есть вообще никаких проблем. Стратегия у меня была та же, я не старался драться, я просто стоял, добивал крипов и участвовал в драках по необходимости. И в целом, я его обогнал по золоту, по всем параметрам обогнал вражеского мидера, а вражеский мидер, в свою очередь, как раз таки, из платиновой лиги, что опять же, может нам подтвердить, что, скорее всего, я успешно двигаюсь, как минимум, в платиновой лиге. Просто посмотрите, ребята, я считаю, что все работает. Я на данный момент топ-7 мунда Ру-сервера за 51 игру. Топ-200 мунда во всем мире. Опять же, за 51 игру. И я занимаю топ-9%. При этом, мой винрейт сейчас составляет 64% весь последний винрейт именно на докторе мунда, который игрался. И, собственно, я в шаге буквально от следующих отборочных, чуть-чуть удачи, и мы попадаем в платину. Поэтому я считаю, что челлендж завершился успехом. В общей сложности было сыграно 85 игр. И это чуть больше, чем за 2 недели. И вот мы видим расчет. В среднем было сыграно 5 где-то игр в день, 5 с половиной. Время игры в среднем было 23 минуты, что в общей сложности дает, что в среднем мы играли 130 минут в день. И это где-то 2 часа в день. Вот, ребята, с абсолютного нуля по правильной методике ни на что не отвлекаясь, мы, грубо говоря, выходим уже практически в платину. в то время, как многие на это тратят несколько лет или еще вообще не могут выйти. То есть, они ищут постоянно проблему, что мне это не дает выйти, это не дает выйти. Хотя на самом деле у них просто неправильный взгляд на игру, неправильная стратегия. И в целом это нормально. Но они думают, что конкретно сегодня я еще возьму нового персонажа. Доктор Мунда он достаточно медленный, он классный персонаж в тимфайте, но, как я говорил, тимфайты все очень-очень грустные на этих рейтингах. Поэтому прямо сейчас я ищу себе нового персонажа, беру его и, возможно, на нем беру платину. Возможно, нет, но вот сегодня, прямо сейчас, то есть, я только что закончил отборочки, я еще играю, завтра я уже перестаю пока что играть в лигу какое-то время и надеюсь, ребята, надеюсь, что вам нравится эта серия, вам нравятся эти приколы, вам нравятся другие мои видео по лиге, обязательно посмотрите гайд на Мунда и вообще прочие такие вещи, поставьте там лайки, комменты и если вам все эти контент заходит, такого контента будет больше. На этом все, с вами был Тед, всем пока!